В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких арестах, ведомственных проверках, резонансных судебных делах и подведем криминальные итоги недели. В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Пытается скрыться, но тревожная кнопка нажата. Неподалеку от школы нарушителя задерживают сотрудники управления вневедомственной охраны. Прохожие в недоумении, но волноваться не о чем. Так проходит учение Росгвардии. Отрабатывают действия при возможной террористической угрозе. В школе условный террорист успел оставить сумку. На вахте подозрительная сумка красного цвета. Оставил неизвестный гражданин, вышел из гимназии. Блокируйте, вызываю сок. Принял. Людей из здания эвакуируют и в дело вступают спецподразделения Росгвардии. В считанные минуты на месте группы разминирования четвероногий сотрудник с величественной кличкой «Король Солнца» свое дело знает. Собака показывает – в сумке взрывчатое вещество. Далее с подозрительным багажом будут работать саперы и взрывотехники. В зависимости от ситуации оценивается, что это за объект. Это какой-то реальный боеприпас, состоящий на вооружении или какая-то самоделка. В дальнейшем уже специалисты взрывотехники принимают решение либо уничтожать на месте, либо применять специальные средства разминирования. Сотрудники вневедомственной охраны и спецподразделения Росгвардии сработали оперативно и слаженно. Все действия просчитаны до секунды. Такие учения в школах проводят перед началом каждого учебного года. Под защитой управления вневедомственной охраны около 350 школ Самарской области. Остальные охраняют частные предприятия, которые тоже работают во взаимодействии с Росгвардией. Обеспечена охрана полностью. Вы видели, у нас есть тревожная кнопка. У нас расставлены камеры вай-фаевские по всей территории гимназии. В реальной жизни так же быстро и в полной готовности спецподразделения приезжают и по ложным телефонным звонкам о заминировании школ. И шутка ребенка затем грозит серьезным штрафом для родителей. Обратиться и к родителям. Скоро у нас в рамках антистеристической защищенности объектов образования и жизнеобеспечения начинается учебный год. Колоссальные службы, время и средства выходят на какие-то непонятные звонки. Я прошу очередной раз обратиться к своим детям, дабы не допускать таких шалостей. В этот раз на учениях отработали две вводные задержания нарушителя и работу по выявлению и обезвреживанию взрывчатых веществ. Даже в учебных условиях не возникло ни одной заминки и промаха. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Контрафакт не попадет на прилавки. В Самарской области пресечена продажа поддельных моторных масел. Предположительно, подпольный цех по их производству был организован в Тольятти. Силовики задержали двоих подозреваемых. Оба – местные жители. В данный момент они под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют каналы поставки контрафактной продукции. Во время проведения обысков изъято более 10 тысяч пластиковых канистр, 272 бочки с маслом, конвейерные ленты и этикетки с товарными знаками производителей масел. Часть данной продукции была готова к реализации. Кроме того, на момент обыска в помещениях находилось пятеро рабочих, которые проживали в Тольятти и не имели постоянного заработка. Напал на тех, кто дает деньги взаймы, чтобы самому отдать долг. Микрофинансовая организация Новокуйбышевска стала жертвой грабителя. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленник, угрожая расправой сотрудницы фирмы, открыто похитил 40 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали его в Чапаевске. На преступление пошел ранее несудимый безработный 24-летний мужчина. Молодой человек во всем признался и объяснил, что деньги ему нужны были для погашения долга. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Выхожу один я на дорогу. Инспекторы ГИБДД против уличных попрошаек. Эти люди сами рискуют и создают опасность для других. Стражи порядка, говорят, нарушителей часто ловят на оживленных перекрестках. Что грозит тем, кого задержали, знает наш корреспондент. Как только загорается красный, автомобили, двигающиеся по новой вокзальной, ждут разрешающего сигнала. Среди машин ловко маневрирует коляска. Сергей собирает пожертвования на свою жизнь, создавая помехи безопасному движению. Вы чем занимаетесь врача? Попрошайничать. Если бы то заниматься не надо, да, вообще, в городе сама. Здесь аварийность очень сильно повышена. При наличии пешеходного перехода обязаны двигаться по пешеходному переходу, тротуару. Сергей признается, место прибыльное. Поток машин всегда большой, а потому бывший строитель профессию менять не хочет. Мне безопасно, но жить-то надо как-то. Но у вас есть инвалидность, социальные пособия? Нет у меня ничего. А почему? Да я ничего не оформлял. А почему не оформляли? Так получилось. Однако потом Сергей заверил, документы для оформления инвалидности уже собирает. Выслушав беседу и получив штраф, он покидает улицу. Правда, ненадолго. Таких попрошаек на Самарских перекрестках немало. Наряд ДПС реагирует на сигналы горожан, как бы пресекают противоправное поведение данных граждан. Проводят профбеседу, устанавливают личность, доставляют в отделы полиции и выписывают штрафы. 500 рублей. Такой размер штрафа за препятствия безопасному движению для пешеходов, которыми являются попрошайки. Однако за день на милостыне они порой зарабатывают больше. Сотрудники ГАИ просят не поощрять их поведение деньгами, чтобы избежать аварий на дорогах, которых с участием выпрошаек пока еще не было. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. 10 лет и 2 месяца в колонии строгого режима за сбыт сильнодействующих наркотиков в особо крупном размере. Приговор суда в отношении лидера этнической ОПГ вступил в силу. Преступники Равшан Рустамов и его сестра Роза Рустамова промышляли под криминальными кличками «Макарон» и «Роза». Они организовали поставки карфентанила в Новокуйбышевск. Этот препарат действует в тысячу раз сильнее морфия и служит обезболивающим для крупных животных. Из-за сильной активности не применяется в медицинских целях для людей. Роза и «Макарон» приобретали наркотики через контакты в цыганской диаспоре и после фасовки передавали посредникам. Самарские оперативники и ФСБ задержали наркодилеров. При обыске у Рустамова нашли 430 граммов зелья. Суд признал его виновным. Сестра и сообщница «Макарона» Роза скончалась до суда от болезней, возникших из-за длительного потребления наркотиков. Предполагаемых серийных квартирных воров задержали в Самаре. Как считает следствие, преступники действовали во всех районах города. К некоторым квартирам ключи подбирали, в других просто ломали замки. Грабили всех подряд без разбору. И богатых, и бедных. Какие уловки использовали воры, чтобы действовать наверняка, расскажет наш корреспондент. Подозреваемые 37-28-летние мужчины сначала заявили, что к квартирным кражам никакого отношения не имеют. А на жизнь зарабатывают честно – на стройке. Чем занимаешься в Самаре? Работаю. Где? На столе. Чем занимаешься? Заработаю. За что задержан? За 58-6-3. Однако при обыске у задержанных изъяли целый арсенал предметов для вскрытия квартир. Комплекты ключей, отмычки и так называемые маячки. Приспособления – это так называемые маяки, которые устанавливаются в дверные проемы. Они могут быть сделаны как из обычных спичек, так и как сейчас часто используются. Это отрезки пластиковых бутылок. Они невидимые на глаз, они прозрачные, очень тоненькие. То есть преступник, установив их в проем двери, проверяя через определенный период времени, может увидеть, выпал он или нет. Если такой предмет не выпал, соответственно, преступник делает выводы, что квартира не посещается, то есть хозяев нету и что эта квартира доступна, так скажем, для посягательства. По версии следствия, задержанные сначала проходили весь подъезд с девятого до первого этажа. В двери каждой квартиры хозяева, которые не ответили на звонок домофона, размещали маячки, а ночью возвращались. И если маячок был на месте, квартиру вскрывали. Пытались подобрать ключ, если не удавалось, замок просто ломали. И выносили все, что подвернется под руку – от банковских карт и денег до алкоголя. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, не причастны ли подозреваемые к еще одной серии похожих преступлений. Виктория Шаре – событие. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю.